Сейчас мы едем на объект «Жилой дом Боровляны» по улице Родниковой. Это очень интересный объект. У меня с ним связаны такие лирические, можно сказать, воспоминания, поскольку это первый серьезный объект, который мы делали, когда компания «Дашкиличстрой» только была зарегистрирована спустя полгода. То есть именно на этом объекте мы ощутили полностью, в полной мере, что такое брать на себя полностью ответственность, что такое чтить те знания, которые получены в университете, в колледже архитектурно-строительном, именно в части технологии, в части соблюдения графика производства работ, ну и знакомство с человеком, который, с хозяином, с собственником, который тоже по каким-то причинам отдал предпочтение в реализации своего проекта нам. Вот такие воспоминания связаны. Первая ласточка наша, можно сказать. Вот сейчас мы все это вам покажем. Она на собачку не выступит. Вот наш объект. Сейчас он выглядит так красиво. Но 9 лет назад, почти 10 лет назад, для нас этот объект был дрожащими руками. Начали делать, дрожащими ногами заходить, чтобы ощутить полностью на себе, как это кому-то строить, с полной ответственностью, с полным пониманием, соблюдением всех технологий и так далее. Вот мы сейчас пройдем вокруг дома, посмотрим, и я немножко расскажу. Тротуарная плитка. Тротуарная плитка здесь, кстати, минск железобетоновская. То есть это дом строился, мы выбирали когда-то тротуарную плитку. Это я сразу ее вспомнил, посмотрел на нее. Заказчиком выбирали эти квадратики, смотрели, как их ложить, какого цвета. Кстати, не реклама, но минжелезобетон выпускает даже сейчас хорошие продукты. В принципе, даже блоки забора тоже. Это предприятие минжелезобетон с таким названием ГБОР, КБСР. Можно же просто назвать. Бок стеновой, блок стеновой, декоративный. Вот это крыльцо, оно пролежало гарантийный срок и даже больше. Здесь было обычное бетонное крыльцо, бетонное основание с гидроизоляцией и облицованное керамогранитом производства керамин, скорее всего. Шершавая такая плитка с рифленой поверхностью. И вот в этом году заказчик решил переделать на обычную тротуарную плитку, которая кажется более долговечной. Вот здесь фасад. Газосиликатный блок 400 мм толщиной, утепленный пенополистирольными плитами толщиной 50 мм. Он простоял несколько лет, и потом мы вернулись, и выполнили облицовку. Это не клинкер, это плитка Феодал, белорусский производитель, но выглядящий очень достойно. Плитка Феодал, выше это керамогранит, не помню уже, чего это производство, но вот так же комбинировали красиво. Это к вопросу, что все говорят, если облицовывать плиткой и керамогранитом фасад, будет ли он держаться. Здесь уже более 6 лет, видимо, держится и керамогранит, и плиткой Феодал. И откосы сделаны таким интересным образом. Здесь декоративная штукатурка наподобие Байромикса или Копостонка Пароловского. И тоже довольно-таки долго уже все здесь должным образом лежит. Здесь вот на углу вот сейчас модно делать два окна, чтобы сходили, чтобы был один шов ровненький стекла. На тот момент даже хорошего производителя пластиковых окон было сложно найти, их было много, была очередь. Поэтому в проекте были посередине, на углах заложены обычные монолитные колонны, которые утеплялись с двух сторон, тоже минералатными плитами 50 миллиметров толщиной. Не помню вот изнутри не утеплялись или нет. Как бы принято и снаружи утеплять, но дом десятилетней давности, но достаточно свежо и красиво и актуально. Даже по декоративным отделочным материалам он выглядит даже сейчас. Пойдемте дальше. В общем, не хуже климпера импортного. Вот обычные стекла. Пакеты двухкамерные, пластиковые окна с ламинацией снаружи, изнутри они белые, тогда уже ламинацию тоже делали. Но эта терраса, она была позже сделана, здесь однокамерный стеклопакет. Раньше здесь, когда мы строили, этого не было, здесь просто была открытая терраса. А дом заканчивался вот этим помещением и вот таким же угловым элементом, колонной, которая тоже была облицована. Вот здесь вся открытая терраса, она закрылась по итогу. Заказчик принял решение сделать на что-то наподобие летней комнаты. Здесь хозблок, хозпостройка такая внутри, где сложена газонокосилка, какие-то дровишки вот и на улице тоже сложены. Здесь вот в этом блоке в отдельном расположена баня. Если мы его наверх посмотрим, там балкончик тоже, который мы тоже по гарантии как-то переделывали, когда он тек. Тогда было еще не модно использовать эпоксидную фугу, но уже потом, спустя какое-то время, когда мы по гарантии все устраняли, то были расшиты швы, где-то переложена плитка и заделана эпоксидной фугой. Между прочим, на одном объекте в Дрозах даже более восьми лет лежит крыльцо, облицованное керамогранитом и заделанное эпоксидной фугой. Вот здесь по такому же принципу мы устранили замечание. Ну вот, с этой стороны также фасад облицован феодалом, тут он уже не комбинируется с керамогранитом. Кровля, битумная черепица, подшита софитом, самый модный материал даже сейчас. То есть обычный набор материалов, обычный набор решений, обычный типовой проект, но в то же время, когда оно добротно хорошо сделано, хорошо посажено на участке дом, хорошо сделана компоновка, где-то заказчик здесь просто какие-то помещения сам дорабатывал это, сделать шире, сделать длиннее. Простые наши белорусские материалы, которые тоже подобраны со вкусом, подобраны по цвету, выглядят очень прилично и создают впечатление хорошего дорогого дома. Ну и березы выросли уже за 10 лет. Внутрь, наверное, не пойдем. Вот здесь тоже откосы выполнены из этой декоративной штукатурки Bayramix или Kapaston, точно уже не помню, производство Копорола. Хотя можно было, в принципе, сейчас видение такое, что можно было откосы сделать и тоже из этого клинкерной плитки смотрелось бы, может быть, симпатичнее. Вот такой объект, такая первая ласточка. Также мы внутри выполняли отделочную работу, укладывали паркет, экспериментировали с видами декоративной штукатурки. Я как сейчас помню, с Kaporola 5 или 6 видов декоративки, и наш мастер все пытался, пытался, хозяин стоял с ним, все что-то думал, 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 какая фактура, какой цвет, хотелось сделать что-то недорогое, но что-то красивое, интересное, доступное и так далее. В одной гостевой комнате здесь лежит плитка. Самое интересное, что по поводу, вот когда люди выбирают проект, у заказчика три спальни, три комнаты на втором этаже, одна гостевая, и там плитка положена, типа кабинет. И потом спустя какое-то время мы встречались, общались, он говорит, да туда не захожу даже, ничего там не делаю и так далее. И вот на самом деле большую часть времени человек проводит на первом этаже, где большая хорошая гостиная, большая кухня, большая столовая, возможно баня, какой-то хозблок, все, большую часть времени человек проводит там, вся семья проводит там. Это потом уже второй этаж, это спальня, комнатки, то есть лишние помещения тоже, если оптимально выбирать проект, проектировать лишние помещения, Они тоже по сути дела ни к чему, чтобы заходить лишний раз, убирать и так далее Поэтому ко всему можно подходить рационально Этот заказчик, он ко всему подходил рационально От выбора проекта, от выбора планировки До выбора отделочных материалов решений До выбора подрядчика Вот такой наш объект Едем дальше Субтитры создавал DimaTorzok